Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пышмынцева. Сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Североказахстанская область подорожал хлеб. Рост цен ощутимый – почти 6%. Связано это с отменой дифференцированного тарифа на электроэнергию в ночное время суток и с повышением цен на зерно, объясняют в Петропавловском хлебобулочном комбинате. За прошедший месяц подорожали также яйца на 4,3% и сахар на 3,2%. Меньше чем на 2% выросли в цене мука, крупы, макаронные изделия. Не доходит до процента рост цен на кондитерские, молочные и мясные продукты. Есть список товаров, который, напротив, стал дешевле. Это рыба, морепродукты, фрукты и овощи. В октябре цены на бензин снизились почти незаметно – всего на 0,2%. А вот стоимость проезда на железнодорожном транспорте увеличилась на 7,2%. Конструктор договоров. Такой уникальный сервис разработала Национальная палата предпринимателей Атамикен совместно с компанией Best Profi. Он не только содержит сотни юридически грамотных шаблонов договоров, но и поможет автоматически создавать документы для бизнесменов. Как работает программа и кто уже успел воспользоваться новшеством, расскажет моя коллега Татьяна Есельская. Конструктор документов просто удобен в использовании. В базе есть больше ста шаблонов. Это договоры купли-продажи, поставки, аренды, перевозки, доверенности, жалобы и многое другое. На сервере хранится свыше полутысячи готовых консультаций от практикующих экспертов в различных сферах. Тысячи ответов государственных органов на актуальные вопросы предпринимателей. Еще на сайте можно бесплатно посмотреть вебинары по бухгалтерии, маркетингу и другим полезным вопросам. Анализ показал, что те предприятия, те индивидуальные предприниматели, которые открывают свой бизнес на сегодняшний день, они лишены возможности пользоваться квалифицированными услугами юристов и, соответственно, возникают сложности. То есть ряд предпринимателей обращались на то, что при неправильном составлении договоров, контрактов, они терпели определенные убытки. Сергей Сапко четыре года занимается производством сувенирной продукции. Два года назад прошел обучение с новым ведением предпринимательства и воспользовался государственной программой по поддержке бизнеса. Недавно столкнулся с проблемой оформления договора об аренде. По этому вопросу обратился в палату предпринимателей, где и узнал о новшестве. Приехал в палату от Амитян, узнал, как правильно составить договор с юридической стороны. И мне сказали, что есть сайт в электронном виде. Воспользовался, сайт удобный, легко зарегистрировался, выбрал необходимое. В сайте еще есть такое, что можно что-то, если тебе не нужно в договоре, убрать лишнюю информацию и свое добавить. Получить доступ к информации может любой желающий. Все, что для этого нужно, пройти регистрацию на сайте контракт.атомикен.кз. Онлайн-сервис был создан в октябре. За несколько недель им воспользовались более 15 предпринимателей. Татьяна Исельская, Желдозбекер Муканов, Новости МТРК. Плюс. Так полицейские назвали новый знак светофора на перекрестке улиц Жамбыла и Муканова. Водители уже оценили это нововведение. Что именно он означает, расскажем в материале, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента полиции. На этом перекрестке водители ждут, пока проедет встречный транспорт, в то время, как с другой стороны светофора уже загорелся запрещающий сигнал. Теперь повернуть станет гораздо проще. Если горит красный плюс, то для встречных машин движение запрещено. А поворачивающие налево могут завершить маневр. Если же плюс не горит, то встречный поток нужно пропустить. В областном центре на ряде перекрестках организации дорожного движения предусмотрен пофазовый пропуск автомобилей встречного и попутного направления. В этом году на пересечении улиц Жамбыла и Муканова установлен новый красный плюс-образный сигнал светофора. Данный сигнал светофора информирует водителей о том, что в попутном направлении, встречном направлении, загорается красный сигнал светофора. О значении этого знака пока знают не все водители, ведь появился он в правилах дорожного движения в прошлом году и установлен не во всех городах Казахстана. Знак информационного характера, а не запрещающего. Здесь будет понятно, что если плюс загорелся, у нас преимущество есть это самое и проезжают спокойно уже. Мне кажется, этот знак удобно проезжать, налево заворачивать удобно. Всего в городе 97 светофоров, 8 из них с поочередным пропуском автомашин встречного и попутного направлений. На этих перекрестках тоже планируют установить новые светофорные знаки. Илья Кудряков при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Нестандартная ситуация. Областной центр психического здоровья и противотуберкулезный диспансер будут выдавать североказахстанцам ряд справок бесплатно. Нововведение вступит в силу, когда будет окончательно разработан и утвержден стандарт новых государственных услуг. В Петропавловске этого момента решили не дожидаться. И сразу перешли к делу. Выдача справок из психоневрологических, наркологических и противотуберкулезных диспансеров в этом году станет бесплатной. За ними североказахстанцы идут, когда устраиваются на работу, проходят комиссию в армию, а еще делая визы для выезда за границу. Новость о нововведении в считанные дни облетела социальные сети. В основном управлении здравоохранения информацию подтвердили и объяснили, что постановление вступит в силу с декабря. После выхода постановления 3 сентября 2018 года в течение трех месяцев разрабатывается стандарт или главный госуслуг. На данный момент действует старый стандарт услуг, поэтому она выдается пока бумажным вариантом, но платным. Вот только в Петропавловске разработки стандарта решили не дожидаться. Первыми эстафетную палочку выдачи бесплатных справок подхватили в противотуберкулезном диспансере. Следом присоединился областной центр психического здоровья. Здесь справки выдают по стандартам, разработанным еще в 2015-м. Также специалисты говорят, что останется ряд услуг, за которые северказахстанцам нужно будет платить, как и прежде. Форма для прохождения водительской комиссии – это не эквивалент справки из психоневрологического и наркологического диспансера. Это профосмотр, который подразумевает не только факт состояния на учете, но и осмотр и опрос врачом, психиатром и наркологом. Есть работа с повышенным риском опасности. Для вот таких вот организаций, для такой работы действительно необходим дополнительный профосмотр. Его стоимость в этом году составляет 1400 тенге. Водительская комиссия обойдется почти в 4000. С начала октября в Центре психического здоровья северказахстанцам выдали около 700 бесплатных справок. Дарья Пашменцева, Желудозбек, Ермуканов, Новости МТРК. О работе за три года отчитались монополисты на общественных слушаниях. Модернизация компаний, доходы и убытки. Генеральные директора отчитались чуть ли не о каждой смененной трубе и проводе. Но их докладами присутствующие были крайне возмущены. Что именно не понравилось потребителям, узнаете у женслу Тастемировой. За столом собрались руководители энергетических компаний региона. По очереди они рассказывают о работе, проделанной с 2015 года. За это время на ТЭЦ смогли увеличить выработку электроэнергии на 15%. Это в результате модернизации компании. Инвестируют в свое развитие и СК РЭК. В 2016 тарифы были 3,78 тенге за киловатт-час. В 2017 3,87 за киловатт-час. В 2018 3,97 без учета НДС. В результате улучшения показателей качества процессов передачи электрической энергии за счет значительных капиталов вложений в производственные активы существенно снизились потери электрической энергии в сетях. За три года на модернизацию потратили 4,5 миллиарда. О следующем выступил генеральный директор тепловых сетей. В отопитерный сезон информация Игоря Рыбаса очень актуальна. Но монополиста мало кто слушает. Большинство уткнулись в экраны своих телефонов. Игорь Николаевич, вы даже, по-моему, хорошо не подготовились. Вот прочитали вот эту лекцию и даже глазами на нас не посмотрели. Ну как так можно? Уже генеральный директор. И вот после замечаний отчеты монополистов стали более доступными. В этом году второй трубопровод положили, тоже был 1,5 миллиарда. Вот положили 1200, тоже 1,5 килограмма. Сейчас давление снизили гидравлические потери на ТЭЦ. И город идет, вот на сегодняшний день мы ее отпускаем, давление на новое ниже. То есть у нас насосы лучше работают, экономичнее работают. Сейчас у нас план на следующий год еще завершить промзону подключить на эту же 1200 трубопровод. Это вот мы зимой начнем и весной, я думаю, где-то середину лета вот лучше. Снизят ли тарифы? Еще один вопрос к монополистам. Надежда на это появилась после недавнего послания президента народу Казахстана. Но дать комментарии генеральные директора пока не могут. Все будет ясно в новом году. Зато известно другое. Сейчас разрабатывают проект от закона о прозрачности тарифообразования. Предлагают включить общественный контроль за исполнением инвестпрограмм компании и вернуть их техническую экспертизу. Также проводить отчеты монополистов дважды в год. Жан-Сулут Истимирова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Жилой комплекс «Трио». Откройте новый взгляд на счастливую жизнь. Сквозь панорамные окна мы раздвигаем горизонты. Посмотрите на ночное небо. Загадайте желание, и оно обязательно исполнится. Просторные комнаты, высокие потолки, свободная планировка. В таких квартирах будут счастливы дети, спокойные и довольные родители. Для машин есть большой паркинг, для детей – безопасная игровая площадка. Жилой комплекс «Трио». Здесь сбываются мечты. Началась продажа квартир в жилом комплексе «Аккейн». Компания «Казградстрой» возводит 9-18 этажек в экологически чистом районе Петропавловска. Наши цены не растут, как курс валют. Квадратный метр от 160 тысяч тенге. Свободные планировки, доступность и комфорт. Это лучший бюджетный вариант для вашей семьи. Купи квартиру сегодня и отметь новоселье в следующем году. Телефон отдела продаж 704-404. Мы продолжаем выпуск. 150 тысяч, приблизительно столько североказахстанцев страдают от артериальной гипертонии. Чаще всего это люди старше 50 лет. Больным с острой формой заболевания помогают в областном кардиологическом центре. На одной из операций побывала наша съемочная группа. В кардиоцентре Петропавловска больной с резистентной артериальной гипертонией делают операцию. Пациентам с такой формой заболевания лекарства уже не помогают. Потому женщина решилась на хирургическое вмешательство. Мы знаем, что артериальная гипертония неконтролируемая может привести к таким осложнениям, как инсульт и инфаркт миокарда. Разработана такая методика, как прижигание почечных артерий. И тем самым артериальное давление у человека становится контролируемым. Такие операции заведующий отделением рентгенхирургии больницы медицинского центра управления делами президента Сергей Мусаев делает пять лет. Он помог десяткам пациентов забыть, что такое высокое артериальное давление. В Петропавловск столичный специалист приехал на несколько дней для обмена опытом с местными врачами. В областном кардиоцентре современное оборудование. Здесь применяют новые методы отбора и ведения пациентов с артериальным давлением. Больной, приходя в поликлинику или в больницу, перед доктором всегда имеет очень большое волнение. Поэтому всегда, когда мы меряем давление пациенту, это давление бывает значительно выше, чем оно есть на самом деле дома. Поэтому мы этих пациентов после первичной и вторичной консультации с назначением четырех и более групп препаратов отпускаем домой, чтобы они дома сами мерили в течение дня по три раза давление. Выявляется очень немаленькая когорта пациентов, которым и не надо делать эту операцию. В год в областном кардиологическом центре делают порядка 20 операций для больных с острой формой артериальной гипертонии. Всего в области от этого недуга страдают 150 тысяч человек. Дарья Пашмынцева, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. В Североказахстанском государственном университете имени Монаша Козыбаева обучаются больше 200 студентов из Армении, Грузии, Монголии, Китая и других стран мира. Ежегодно список увеличивается. В этом году к ним присоединятся еще 150 из Индии. В сентябре в УЗИ начали подготовку медицинских специалистов. Как осваиваются в наших морозных условиях иностранные студенты, знает моя коллега Татьяна Есельская. На новом факультете общей медицины Североказахстанского государственного университета будут обучаться 150 студентов из Индии. 46 из них уже приехали в Петропавловск и приступили к занятиям. Ребята будут получать образование по специальности общая медицина. Как отмечает директор высшей медицинской школы Осет Изденов, интерес иностранцев к казахстанским ВУЗам с каждым годом растет. Особенно на медицинские профессии. В Казахстане можно получить качественное медицинское образование. Допустники наших медицинских ВУЗов с других медицинских ВУЗов уже себя реализовали как специалисты медики в их регионах. И соответственно они знают, что можно получить образование. В их регионах очень большое количество населения. Соответственно и ВУЗов у них не так много, как бы хотелось и как бы им хотелось, чтобы было. Из медицинских ВУЗов у них в порядках 5, а то и 10 раз дороже образование. Из Индии приехали 9 девушек. 18-летняя Мараск Хан родом из самого большого штата Раджастхана. Говорит, ее папа всегда мечтал, чтобы она стала врачом, поэтому поддержал ее в решении переехать в другую страну. Она никогда не видела снега и не знала, что осенью могут быть морозы. Когда снег начал падать, все было белое-белое. Мы были в восторге. Побежали на улицу, брали его в руки, даже попробовали на вкус. Делали фото и отправляли родным. Они нам писали. Что это такое? У Марас большие планы на будущее. После окончания медицинского факультета она хочет уехать в Африку и помогать бедным. Моя самая большая мечта – купить папе машину. Он всегда заботился обо мне и поддерживал во всех начинаниях. Я всегда буду в долгу перед ним. Я пять лет отучусь в СКГУ. Дальше хочу продолжить обучение в других странах, чтобы получить как можно больше опыта для дальнейшей работы. Расстояние между Марас и родными больше трех с половиной тысяч километров. Говорит, сначала было тяжело. Она даже плакала, но поддержка близких помогает ей справиться со всеми трудностями. Привет! Я желаю тебя! И я тебя люблю! Ребят разместили в новом общежитии. Здесь очень тепло и уютно, говорит будущий хирург Амир Кхан. Стать врачом мечтал с детства. Его друзья учатся в Астане и с семьей. Именно от них он узнал о высоком качестве образования в Казахстане и низкой стоимости обучения. Мы чувствуем себя как дома. Все преподаватели очень добрые и отзывчивые. Они всегда интересуются нашим здоровьем. Часто спрашивают, как дела. Я уже нашел друзей. Они угощали меня национальной едой. Меня удивляет, что тут очень дружелюбные люди. Мне нравится Петропавловск. Я бы хотел остаться тут работать. Иностранные студенты для ведущего вуза региона – не редкость. В СКГУ на разных специальностях обучаются больше двухсот человек из России, Китая, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Грузии и других стран мира. Татьяна Исельская, Данил Тарасов. Новости МТРК. 15 ноября национальной валюте Казахстана исполнится 25 лет. В преддверии этого события Национбанк выпустил коллекционные монеты трех видов – из серебра и мельхиора. Самая большая весит килограммы, стоит 268 тысяч тенге. В Северном Казахстане их уже распродали. Айгири Мукашева рассказывает. Для коллекции, перепродажи или на подарок монеты покупают для разных целей, рассказывают в местном филиале Национбанка. Коллекционные в Северном Казахстане пользуются большим спросом. К примеру, те, что из серебра номиналом 500 тенге и 5000 уже распродали. Последняя весит килограмм. За нее нумизматы отдали 268 тысяч тенге. Было всего 200 штук. А тираж 500 тенговых в пять раз больше. Она обойдется в 19 тысяч. Монеты изготовлены из серебра с применением технологии золочения и цветной печати. На лицевой стороне монеты на зеркальной поверхности размещено позолоченное изображение аверса монеты номиналом 1 тенге. По окружности монеты размещен ее номинал, год чеканки и надпись, обозначающая металл, из которых изготовлена монета. Соответственно, его пробы и масса. А на оборотной стороне одна тенговая банкнота в россыпи монет и надпись «Тенге Гежер Мабесжил». Но желающие купить монеты из этой коллекции смогут приобрести только вот такие номиналом 100 тенге из мельхиора. На лицевой стороне монеты изображен герб Республики Казахстан, номинал 100 тенге, а также элементы орнамента. На оборотной стороне монеты изображен логотип Национального банка, также снизу год 1993-2018, обозначающий год введения национальной валюты и год чеканки монеты. Масса этой монеты составляет примерно около 12 грамм, диаметр 31 миллиметр. Выпущены они были тиражом 30 тысяч штук. Они выпускаются в специальной упаковке. Ее лучше не вскрывать, говорят банкиры, иначе монета потеряет свою ценность. Выпуском занимается только казахстанский монетный двор Нацбанка. По словам специалистов, наибольшей популярностью пользовались монеты с национальным колоритом. К примеру, шашу и суинше разобрали за несколько часов. Айгири Мукашевар, Сантлюжанов, новости МТРК. 19 гостиниц, 45 кафе и ресторанов. Все готовы встречать гостей 15-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Повара, официанты, бармены и администраторы. Они прошли мастер-классы. Кстати, треть кафе и ресторанов готовит культурно-развлекательную программу на дни проведения форума. В одном из таких заведений побывала Айгири Мукашева. Ароматный люля-кебаб шеф-повар кафе Урарту может приготовить с закрытыми глазами. Это одно из его фирменных блюд. На кухне Николай Цыбуля 10 лет. Секрет его профессионального успеха – готовить блюда с душой. А затем красиво и аппетитно сервировать. Николай в числе тех, кто готовит для участников 15-го межрегионального форума. Удивлять гостей он будет казахской и армянской кухней. В казахской кухне бешпармак, барамышки, баурсаки и традиционный курдок. В плане армянской кухни это вот такие блюда, как босбаш, мацони. Одно из традиционных армянских блюд – это хашлама. Все это готовится, выкладывается слоями. И самое главное – не прозевать, вовремя выключить. И готовится это в течение 3-3,5 часов. Столы сервированы, приборы сверкают. Кафе Урарту готово принимать участников форума. Приготовленный люля-кебаб подают гостям. Это комплимент от шеф-повара. Урарту – древнее царство Армении. Кафе так назвали не случайно. Блюда и интерьер выдержаны в национальном калорите этой кавказской страны. Соблюдены все древние традиции Армении. Официанты нашего кафе постоянно посещают различные тренинги. Последний тренинг был в октябре месяце. Официанты готовились к встрече гостей этого форума. Как правильно встречать гостей, как правильно обслуживать. А еще здесь на каждый день разработана культурная программа, как и в других 14 кафе и ресторанах города. Живая музыка, дегустация блюд, конкурсы – все, чтобы гости из регионов России и Казахстана почувствовали себя как дома и захотели вернуться в нашу область. Также готовы к форуму отели и гостиницы. С персоналом гостиниц проведена разъяснительная работа. Номера проведен контрольный осмотр. Все номера приведены в порядок. При каждой гостинице имеется ресторан, пересмотрены завтраки, добавлены блюда здорового питания. С официантами, администраторами и барменами все были приглашены на обучающие тренинги и мастер-классы. Они были обучены 9 шагам сервиса гостеприимства. Проводят их и для кулинаров. В сентябре столичный повар организовал мастер-класс по приготовлению соусов. А местный шеф-повар раскрыл секреты мастерства создания блюд из местных пород рыбы. Айгири Мукашев, Жудозбек Ермуканов, Новости, МТРК. Часть пояса Пресвятой Богородицы привезут в Петропавловск. По преданию он принадлежит Деве Марии, Матери Иисуса Христа. Насчитывается больше 10 его частей, которые хранятся в разных уголках мира. Одна из них находится в нашей республике. 17 ноября в 14.30 состоится торжественная встреча Великого пояса. Будет произнесен молебен, который возглавит глава Православной Церкви Республики, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Пояс будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе три дня. Каждый желающий сможет прийти и поклониться святыне. Двери храма будут открыты с 8 утра до 11 часов вечера. А уже 20 ноября ее повезут дальше по епархиям митрополитчьего округа. По благословению главы митрополитчьего округа в Республике Казахстан, митрополита Александра Астанайского и Казахстанского, в город Петропавловск будет привезена Великая Христианская Святыня, часть пояса Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. Некоторое время назад, несколько лет назад, мы знаем, что эта святыня уже была в нашем городе. Многие североказахстанцы, жители нашего города и нашей области смогли приложиться к ней, но привозили ее в прошлый раз из Греции. А в этот раз митрополит привозит с собой ту часть, которая хранится у нас в Казахстане. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Прогноз погоды на среду, 7 ноября. Пасмурно, снег, ветер западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, днем 0 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова